Всем привет, я Лера и сегодня я расскажу вам, как можно подготовиться к любому экзамену контрольный или самостоятельный. Сейчас накануне будут экзамены как ЕГЭ, ГИА, ЗНО, ДПА. Те, кто в теме, те поймут. В общем, сегодня я покажу в десяток классных советов, как можно сделать интересные, быстрые, главное, комфортные шпаргалки. Как можно одеться, собственно, на этот экзамен, чтобы все туда положить, эти шпоры, чтобы они не выпали. И покажу интересные способы, ну а также, конечно же, расскажу, как все это можно выучить без этих всех шпаргалок. И если тебе интересно, оставайся со мной. Поехали. Да, сразу без ословий, если я буду прыгать с кадра в кадр, это просто у меня хорошее настроение. Первое, что я вам расскажу, это очень много способов, как сделать классные шпоры, или куда же их можно приклеить, чтобы это не вспалили, или вообще все, короче, секреты. Первый секрет, это выбрать правильную линейку. Да, вы сейчас спросите, зачем, Лера? Итак, если вы берете обычную железную линейку, она вам ничем не поможет, кроме, собственно, измерителя клеточек и так далее. Это мы выбрасываем. Мы берем деревянную линейку, потому что что? Здесь можно написать ваши шпаргалки, ваши правила, все, что вы хотите, формулы. Это очень удобная вещь для математики, то есть линейка вам, собственно, всегда понадобится, а на экзамене никто не прикидывается на отдельную линейку. То есть у нас в школе мы скидывались только на ручку, чтобы она везде была одинакой. Итак, вы берете с собой линейку, и дома что вы делаете? Вы разделяете ее на несколько таких вот пунктов, где очень тонким карандашом пишете, собственно, вашу шпору, что вы хотели бы видеть. И когда вы уже приходите на экзамен, вы просто ложите той стороны, где не видно, что там есть шпоры. Очень быстро можно подсмотреть и, опять же, перевернуть линейку, никто это не запарит. Поэтому, да, я проверила, лайк. Второй способ это взять правильный корректор. Итак, корректор с кисточкой нам не подходит, потому что здесь очень сложно отклеивается сама наклеек. Сейчас вы все поймете, но если у вас она комфортно отклеивается, берите такой. Корректор очень маленький и без наклейки. Он вообще не подходит, он ненужный, он маленький, не берите такой. Следующий корректор это вот такой вот наклейкой, которая на две части, то есть она не по всему периметру корректора. Тоже не надо его брать. Итак, самый выгодный корректор это вот такая корректор ручка, которая отклеивается вот эта вся часть, не знаю, его рекламы, наклейки, как она называется, я просто не знаю, как объяснить. И здесь, собственно, можно написать тоже шпаргалки. Как это сделать? Вы просто берете картон или какую-то бумажечку, клеите на эту клейкую часть, если это так можно назвать, и потом просто маленьким, тоненьким карандашом пишите свои формулы, свои правила, все, что вы хотели, и чтобы это не спалить, берете кусочек скотча и приклеиваете к самому корректору. Я это делала на экзамене, это было очень комфортно. Я не помню, пользовалась я им или нет, но и у меня была чистая душа, что если я что-то забуду, у меня всегда это есть здесь. И, кстати, я это придумала, когда мне не хватило места на линейке, поэтому да. Третий совет, это возьмите правильный карандаш. Он очень такой простой совет, но, в принципе, может, об этом кто-то и не знал. Я всегда брала обычные карандаши, и они, в принципе, ну, ничем мне не пригодились, потому что на него сверху не мало что приклеишь, в общем, не берите обычные. Возьмем, допустим, вот такой. Здесь у нас есть таблица умножения. И знаете, даже если бы это глупо смотрелось, иногда, когда ты очень нервничаешь на этих экзаменах, контрольных, ты вообще все забываешь. И тут у тебя просто под рукой табличка умножения, ты в любую секунду можешь посмотреть, если тебе быстро что-то надо посчитать. И все, как бы, в этом нет ничего такого стыдного. В экзаменах мы все время нервничаем, мы все время все забываем, поэтому да. Следующая шпаргалка, я ее очень люблю. Эта шпаргалка в виде книжечки, очень маленькая. Она помещается между рук, в рукаве, даже в кольцо, в какой-то браслет. Итак, как же ее сделать? Вы разрезаете кусочек бумаги напополам, потом еще раз напополам, и так в несколько раз, сколько вы хотите, и какой размер вы хотите. То есть, это все контролируете именно вы, как вам все нужно. Потом вы берете степлер, и по всему корешку зажимаете, собственно, всю бумагу, и тогда получается книжка. И опять же, тоненьким карандашом пишете все, что вам нужно. Здесь могут быть какие-то значения, ну, как бы, не на математику, в принципе, это нужно. Это нужно, там, на биологию, английский, все вот такие письменные предметы. Поэтому, да, это очень круто, и я вам советую сделать таких побольше книжек, вы всегда можете делать на любую тему, на любой предмет. Их очень легко и быстро делать, вот. Но, конечно, надо постараться очень мелким почерком, но я думаю, кому-то это когда-то пригодится, поэтому, да, я очень люблю этот способ. И переходим дальше. И следующий секрет, это чехлы на телефон. Нет, это не какие-то, там, понты на экзаменах. Все очень просто. Итак, посмотрим на этот чехол. Он вообще ни к чему не нужный, на нем нельзя ничего написать, нельзя ничего посмотреть, и он еще и открывает ваш экран. Я предпочитаю вот такие чехлы, которые книжечкой. Они могут очень быстро закрыть ваш экран, если там что-то будет, и об этом будет немножко позже. И также здесь могут быть вот такие кармашки, там, где, собственно, тоже могут быть шпаргалки. Это очень быстро все можно достать. И второй пример таких чехлов, это прозрачные чехлы. Чем он крутой? Тем, что сюда можно положить любую шпаргалку, картинку, я не знаю, что-то, что вам нужно, и смотреть как бы на перевернутом телефоне. Конечно, это все нужно аккуратно. Это как один из способов, допустим, на самостоятельных, не обязательно на экзамене, то есть это можно диктанты какие-то списывать, формулы опять же. В общем, возьмите на заметку. Очень удобно. Уже с пятого вытекает шестой лайфхак. Это шпаргалка на экране телефона. Итак, вы берете ваши выписки, шпоры, каких-то формул, не знаю, все, что вам нужно, каких-то слов, если вы на английский идете, какой-то диктант. Я буду брать пример себя. Я люблю так делать, допустим, на геометрии или алгебре. Я фотографирую формулы, которые я, допустим, не успела выучить или не могу выучить на телефон. И ставлю его на экран блокировки, чтобы в любой момент просто нажать вот эту кнопочку чудесную и увидеть, что, собственно, это за формула. И я вам советую сделать экран блокировки, чтобы это было небольшое количество времени, не маленькое, чтобы оно светилось. Потому что если вы много поставите, да, это круто, вам не нужно пару тысяч раз нажимать на эту кнопку, но учитель вас может спалить, допустим, если он будет светиться экран. Но если на поставить очень мало, то нужно очень много раз вкладывать на кнопку, и учитель, опять же, может вас спалить. Поэтому поставьте где-то примерно 10 секунд. Обычно мне это хватает. И спасает это тем, что, допустим, вы посмотрите, будет идти к вам человек и посмотреть, что же у вас на телефоне, а потом подойдет, а там черный экран. То есть это очень клевый лайфхак. Я посоветовала всем своим друзьям. И просто на заметку. Итак, следующий способ. Если вдруг вам разрешили пенал, или, допустим, у вас какая-то обычная контрольная, берете или прозрачный пенал, но не вот такой темный, то есть где ничего нельзя сделать, и вы просто не берете на такие дни. И такой пенал, вроде бы, как бы в нем ничего нельзя увидеть, но здесь у вас есть вот такие вот прозрачные карманы. То есть я где-то встречала дешевые такие пеналы. Если у вас вдруг такой завалялся, берите. И сюда можно все время впихнуть вашу шпаргалку, и никто ничего не увидит, потому что учитель видит только с этой стороны. Это вам на заметку. Ну а такие удобные тем, что сюда положил прям большой лист, и можно посмотреть или достать. В общем, никто ничего не увидит, и переходим дальше. Восьмой лайфхак, это куда же все-таки можно прицепить шпоры, которые просто обычные на листке, которые вам не подходят, допустим, которые я вам показала. Так, их можно прицепить вот сюда в рукав с помощью булавки. Не забывайте об этом, что булавки спасают жизнь, их можно сделать так, что их неубидно. Также можно взять вот такую, допустим, резинку, браслет, что хотите, и просто-напросто сюда его запихачить. Вот, да. Ну, это я так показываю, но побольше можно и сховать под рукав. То есть он не выпадет, когда вы будете трусти, и быстро можно ее достать. Также, если шпаргалка очень маленькая, ну, это вообще, если там какая-то маленькая информация, можно запихнуть ее в ваше кольцо. Ну, и, конечно же, можно все это прицепить вот сюда, под рубашку, платье, на булавку, и потом просто оторвать. Это может быть, как книжка вариантов ответов, я знаю, такие есть, продаются, и просто потом раздавать по всему классу, то есть просто цепляясь вот так вот под юбку, и просто можно его вырвать. Главное прицепить это все на краешек, чтобы не порвать сам вариант. Итак, вижу, что вы немножко уже устали от моих рук, и все, что я показываю вам, поэтому мы переходим к тому, как можно все это спрятать, куда это пришить, еще несколько моих секретов, и как же, собственно, одеться на экзамен. Я вам покажу, что не стоит одевать, и, собственно, что стоит. Итак, если вы хотите выглядеть солидно, все эти дела, не стоит одевать какие-то штаны и прозрачную гузку. Почему? Уже отпадает вариант с рукавами, что это можно куда-то прицепить, также под кофту уже нельзя это сделать, все видно, вы как на ладони. А в штаны особо много ничего не спрячешь, особенно если они в обчашку, карманы здесь не такие глубокие, в общем, все это может выпасть, короче, большой-большой хрест. Дальше вы решите, ладно, пойду-ка я в платье, но, опять же, обычное платье вам не подойдет, здесь нет ни карманов, и здесь еще укороченная рукава, то есть опять какой-то минус. Я, знаете, что вам посоветую? Взять какую-то плоску, которая будет короткая, и подлиннее так юбку, потому что скоро будет пару лайфхаков, которые будут касаться длины вашей юбки, вот, и желательно, чтобы здесь были какие-то или потайные карманы, или чтобы вы их сами сделали, ну, а в идеале, конечно, иметь вот какое-то такое платье, я не говорю, что оно совершенно идеально, просто здесь есть потайные карманы, то есть их не видно, и я их, кстати, заметила после трех лет, как купила это платье, в общем, все время хожу на экзамен, потому что эти карманы никто не видит, ну, и, конечно же, расскажу, куда можно прицепить ваши шпоры, и так, это может быть под юбку, потому что никто никогда не спросит вас, почему у вас там задерлась юбка, это все естественно, никто ничего не сбалит, обещаю, есть один вариант, есть такие школы, которые проверяют ваши карманы, и все тому подобное, поэтому одна моя знакомая рассказала мне такой лайфхан, в общем, на лифчик сюда, вы пришиваете резинку, такую, знаете, как для пояса, пришиваете ее по длине, до где-то пупка, может, немножко дальше, то есть она будет такая длинненькая, и на краюшек этой резинки уже в конце пришиваете какую-то книжечку, там, допустим, с шпорами, те же вот такие огромные шпоры, только в гармошке их можно сложить, в чем собственный прикол, когда вы оттягиваете резинку, она может тянуться, она у вас на хорошем расстоянии, то есть вы можете это сделать очень быстро, когда оттянули резинку, выбрали, что вам нужно, вырвали, то есть это может быть также на булавке, вырвали, и эта резинка благополучно оттягивается обратно под вашу блузку, то есть вам не нужно кафошиться, искать, учитель не увидит то, что вы что-то сделали, вот почему не нужно носить прозрачные блузки, это все не получится, я вам сразу говорю, очень классный лайфхак, берите на заметку, следующий лайфхак, лайфхак на подошве, в общем, как вы поняли, я люблю пихать шпаргалки куда удобно, и где угодно, я возьму красок, и просто это то, что у меня сейчас чистое находится, в общем, вы дома пишете шпаргалку, где-то, ну, прям на подошву, можете сделать ее вот так, сделать, короче, как вам угодно, наклеить сюда на подошву, кусочек двойного скотча, и не отцеплять его, второй кусочек, и когда вы уже придете в школу, когда вы уже знаете, что вам нужно сходить в кабинет, просто достаете эту шпору, отцепляете этот кусочек наклейки, и клеите вашу, собственно, на шпаргалку, и когда вы, ну, сидите на экзамене, допустим, правая нога, мне бы было удобно, просто делайте вот так ногу, спасу, оп, и смотрите вашу шпаргалку на ноги, это, конечно, очень все странно, но иногда, я думаю, это должно спасти, потому что обувь, ну, никто не проверяет. Я вам советую, ну, где находить все эти ответы, я не знаю, у каждого по-разному, но, так, я вам советую просто делать главные формулы, какие-то основные слова, если это английский, если биология, то просто перехреститесь, и идите, потому что я не знаю, что там можно выписывать, просто, вот, точно, забыла вам рассказать, что можно спрятать ваши шпаргалки в чулки, в колготы, туда можно все это спрятать, у меня так делали одноклассницы, в общем, если у вас чулки, это вообще супер, просто запихали их, никто ничего не видит, но, опять же, оно все может выпасть, поэтому я вам не сильно это советую, короче, смотрите сами, вот, так же поделюсь вам, как я все учу, у меня зрительная память очень хорошая, то есть, я не запоминаю, если я просто буду читать что-то, два раза и все, мне надо это или переписать, поэтому я и делаю шпаргалки, то есть, мне это даже легче, когда я что-то пишу, я больше запоминаю, я знаю, где это написано, на какой странице, с какой стороны, если кто-то меня сейчас понимает, ставьте лайки, пишите об этом в комментарии, вот, ну, а если у вас память на слух, в общем, просто читайте больше, и у вас это все на слух, у вас примется, вот, это были, собственно, все мои советы, может, я что-то и забыла, но сегодня я уже, как могла, просто поделилась, я желаю вам просто огромной, огромной удачи, чтобы вы все запомнили, вы молодцы у меня, что вы все сдадите, и просто на ЧП, если у вас будет, просто сделайте пару шпаргалок, это никогда не будет лишним, просто чтобы вы знали, что если что, у вас что-то есть под рукой, хотя вы все у меня умные, и можете справиться без них, поэтому главное подготовиться, а там уже как будет, я держу за вас кулачки, я знаю, каково это сдавать экзамены, как это сложно, как это просто психически, морально тяжело, поэтому удачи, еще раз удачи, у вас все получится, и я вас просто так вот обнимаю, надеюсь, вам понравилось это видео, если это так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите, кто в этом году сдает экзамены, я вас поддержу, пожелаю удачи отдельно, и да, я вас очень сильно люблю, любите и будьте любимы, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Никогу, НОБАРЮ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...